День добрый, друзья! Сегодня у нас 18 апреля, и я думаю, мы начнем с поздравления Володи Попу с днём рождения. Это админ телеграм-канала. Ну и пожелаем ему долгих, плодотворных, творческих лет, и чтоб, собственно говоря, в семье всё было замечательно, хорошо и в соответствии с планами. Вот. Ну теперь давайте перейдём к вопросам. Стоит ли считать Самуэля Хантингтона и его слугами в цивилизации? Ну, разумеется, стоит. Для понимания, для расширения кругозора, для одного из вариантов, да, то есть не нужно воспринимать любые подобные вещи, включая и мои расклады, как некое абсолютно верное истинное знание, не имеющее несоответствий, пауз, возможностей и каких-то нарушений или недоработок. Всё всегда есть, куда от этого уйти. Да, многие вещи идеализированы и не работают в том виде, в каком он хотел бы, но как для формирования собственной антологии обязательно нужно. Говоря о нарушениях законов власти, арест Александра Глескова тоже связан с тем, что он переступил границы, ведь он защищал семью, подвергшуюся нападкам опеки. Я не знаю, что там происходило, для этого нужно минимум хотя бы понимать, поскольку это всё-таки региональный вопрос, понимать, что творится в регионе, какие интересы, какие разговоры, что это происходит. Как правило, у таких вещей есть и второй, и третий, и так далее. Поскольку то, что видимое, то, за что пытаются притянуть, мягко скажем, далеко не всегда является реальностью. Много примеров, когда какое-то неосторожное слово, высказывание, даже недействие приводили к проблемам. В том смысле, что они как раз нарушали принципы власти. Мы не знаем, что там происходит. Имеет ли это конфликт отношения к именно вопросам опеки или это что-то другое. То есть тут понятное дело, что то, что пытаются вытащить, не является причиной. Это повод, ну просто по масштабу событий, по... То, что, по крайней мере, в прессе было или в телеграм-каналах, оно не соответствует происходящему. Но с точки зрения, что было причиной, сложно сказать. Поскольку вопросы, связанные с нападками опеки, но они тоже не тянут по масштабу на происходящее. То есть, возможно, там какие-то, ну не знаю, переходы на личности, может еще что-то. То есть тут сложно сказать. Ни то, ни другое, то есть видимые элементы, они не складываются в цельную картину. Пошел слух о создании новой партии из участников СВО. Это тот самый набор вылитов, да боже упаси. Это попытка отдельных граждан поиграться и получить политические дивиденды. Нет, это ни в коем случае не партия СВО. Призыв в элиту это должно проходить внутри общества по всем институтам и направлениям, а не как отдельная политическая партия. Сам институт политических партий, он, ну, умирающий. Что будет в церкови мормонов в России в ближайшие 6 лет? А это будет зависеть от их деятельности. Если они будут заниматься разведывательной деятельностью, и это всплывет провокациями или еще чем-то, то тогда она пойдет по пути многих других сект. Их будут закрывать, собственно говоря, будут поднимать вопросы. Если это будет тихо сидеть и не лезть никуда, ну, что, собственно, конечно, трудновато этим ребятам будет, поскольку они, как и добрая часть всех протестантских или псевдопротестантских сект, очень серьезно завязаны на разведке англосаксов и западных стран. Так что тут будем смотреть. Но вопрос именно по их действиям. Будет всплывать вопрос о недоруженном отношении, будет соответствующая реакция. Правильно ли я понимаю, что если США распадутся, то там не будут восстановительного роста, а они так и останутся на уровне экономики 30% от 2019 года? Нет. Во-первых, распад их будет не моментален. Во-вторых, там будет не восстановление даже, там будет создание нового. Там будут новые конфигурации, новые планы. С точки зрения именно восстановления в условных ВВП и прочее, оно может произойти без особых проблем. Вопрос, какая конфигурация будет у этой экономики, что в нее будет входить, каков будет контур. Не так все. То есть для таких вещей, когда рушатся базовые установки и принципы, сам подход сравнения показателей до и после не есть хороший. Вы говорите, что в случае распада США десятки миллионов ВАСПов будут переезжать в Австралию. А как она будет обеспечить их работой с жильем, учитывая, что там сейчас у них вот эта работа даже на местах? Будет громадный запуск инфраструктурных проектов, мощных по развитию, по созданию всего и вся. Тут освоение территории пойдет. Вопрос не в том, что в текущую конфигурацию встроят десятки миллионов. Вопрос идет в том, что запуск масштабного развития потребует и рук, и ресурсов, и много чего еще. Правильно ли я понимаю, что если проиграют США, то распадутся они? Если проиграет Китай, то распадется он? Не настолько однозначно. Тут вопрос даже не столько распада может быть, вопрос существования, вопрос гибели. То есть только не просто распад идет. И есть конфигурации, когда могут, например, удержать целостность, но очень серьезно упасть в развитии, в статусе. Не настолько просто все это. Но вопрос стоит не на распаду, а просто стоит в выживании. Проигравший не выживает. Но победитель тоже может не выжить. Победа может оказаться первая. Чем вы собираетесь заняться после геостратегии? Продолжите ли вести телеграм-канал? Давайте доживем до этого времени и будем смотреть. В ближайшие 2-3 года мне еще много чего нужно дописать и доделать. Не хотели бы стать депутатом Госдумы и создать там отдельный комитет по геостратегии? Боже упаси. На хрена в Госдуме комитет по геостратегии? Все должно соответствовать какой-то соразмерности, логике. Геостратегия не является темой, ради которой надо создавать комитет. Ну, друзья, елки-палки. А чтобы нам по балету комитет не создать? Или по каким-то другим проявлениям жизни общественной сферы? Не надо вещи небольшие по масштабу вытягивать на много больший масштаб. Тут разница значимости с точки зрения именно привлечения интересов общества очень громадная. Поэтому, боже упаси. Ну, собственно говоря, а с вопросом стать депутатом Госдумы тем более нет. Зачем этот цирк нужен? Очень он ограничивает по времени, по возможностям. И, честно говоря, я понимаю, когда раньше депутаты занимались своими делами, получали неприкосновенность и прочие, называется, плюшки. Это был какой-то смысл сейчас. Ну, это обычная чиновничья работа, без каких-либо перспектив и интересов особых. Плюс, реально, в Госдуме, ну, хорошо, если полторы-две дюжины людей имеют право на собственное мнение. Да, боже упаси. Проживал на территории бывшей Украины. Сейчас территория России. Нахожусь в Европе. Хочу вернуться домой. Семейное обстоятельство. Как быть с небольшим кредитом в Европе? Ну, лучше закрывать хвосты. Не тянуть, не сбрасывать, поскольку, ну, скажем так, эта история может тянуться, и вы никогда не знаете, к чему это приведет. То есть, тут вопрос такой может оказаться, что вам понадобится вернуться, и вы не сможете. То есть, вот как-то вот надо это вот такие вещи, моменты смотреть. С точки зрения возвращения, смотрите, сейчас очень серьезно повысились требования по безопасности, и десятки процентов людей на границе, ну, в Шереметьево просто разворачивают обратно с украинскими документами, которые летят в Россию. Возможно ли присоединение Прибалтика к Федерации, к Республике Беларусь? Нет, по причине того, что Прибалтику никто не собирается учитывать с точки зрения их интересов и сохранение национальной идентичности самосознания. То, что было сотворено последние 30 лет, замечательный казус были, чтобы присоединять Прибалтику исключительно в виде условной нарвской губернии из Эстонии и Литвы, ой, Латвии, и отдельной литовской губернии. Все. Ни о каких национальных серьезных автономиях и учета речи не идет. Они слишком много чего всего натворили. Плюс сейчас мы ведем речь о том, что, ну, если еще по Литве как-то имело смысл это все под Белоруссию, под Белоруссию заводить, то Латвия и Эстония точно забирать надо будет в Россию. Почему США сейчас демонстрируют гораздо более спокойную риторику по России и по сравнению с Европой? Ну, потому что они плавно отползают от всего этого бардака, перекидывая проблемы на Европу, делая вид, что значимость происходящего их не очень интересует. Где будет больше перспектив для технарей, выбир Америки или России? На родине, где вы являетесь своим, собственно говоря, как и во многих других вещах. Как вы оцениваете идею укропнения регионов России до 28 губерний? Не к месту, в принципе. Это заход на превращение России, на самом деле, в унитарное государство и нарушение сложившейся сейчас практики культурной автономии народов на ограниченных территориях исторического проживания. И в том виде, в каком это будет подаваться сейчас, в том виде, как это будет меняться, это только придет к внутренней раскачке. Да, изменения границ возможны, возможно переформатирование. Но давайте честно скажем, абсолютное большинство республик плавно и медленно русифицируется. И скорость от того, что уберем национальные образования, особо лучше или хуже не будет. Да, есть отдельные вопросы, с которыми надо думать, но это отдельная политика, не общая. То есть каждому региону, каждой республике нужно подходить по-своему и смотреть внимательно. Имеет ли смысл наступательное юридическое вооружение? Например, сейчас претензии России международным правом окажутся бессмысленными. Более чем имеют и обязательно, и нужно выдвигать, и нужно предъявлять обвинения, и вплоть до того, что нужно иметь на руках заочные протоколы и решения суда, чтобы их фигуранты 10 раз думали, куда им ехать по миру, и не задержат ли их там, а то и, не дай бог, еще выдадут. Поэтому, конечно, нужно. Для англосаксов, в частности, из Запада, в целом, очень болезненно, когда против них есть принятые судебные решения, даже если они не признают их юрисдикции. Текущие тенденции показывают, что ставка делается на поколение нынешних студентов и участников СВО. В принципе, ничего это не показывает. То, что необходимо, ротация необходима замен, да, на высшие должности и позиции будут брать не студентов СВО, это будут заходить люди, которым сейчас 45-50 лет. Просто в силу того, что, собственно говоря, это поколение будет с опытом, знаниями, готово перехватить. Ну, никто в здравом уме и воле не направит людей, не имеющих соответствующего знания, опыта, на серьезные позиции. Нет. Как оцениваете личность Брежнева в период его руководства? Он сделал хорошо людям, выдавая квартиры. Ну, давайте так. Брежнев – это классический пример застоя, когда основное сделано было до, при нем многие вещи просто фиксировались, фиксировались и перенаправлялись. То есть то, что можно было направить на развитие, пошло на потребление. Был нарушен баланс, да, баланс нарушен. Был не так сильно, как многим кажется, но все-таки было. Плюс были допущены значительные ошибки, точнее как неисправлены значительные ошибки, которые были сотворены Хрущевым, законсервированы. И, собственно говоря, развивались в рамках инерции именно отказа от серьезного активного движения в будущее. Случай разжигания конфликта в Средней Азии. Какую позицию займет наш руководств? Содержать границы, создавая буферные зоны, работать с бейзонцами? Все будет идти. Будет по этапу. На каком-то этапе это будет попытка стабилизировать ситуацию. Когда станет понятно, что нет, будут создаваться и буферные зоны, и территории, и под контролем, где хоть какой-то порядок навести будут. Это будет зависеть от стадии и масштаба. Какие ключевые риски сложности для России за пределами близкой экономической войны с Западом с нами, то есть 2,5-7 лет и далее? Или риски нивелируются действиями в рамках ментальной войны? Ключевые риски, то, что запаса прочности не хватит, собственно говоря, вот это основное, и будут перерублены стратегические потоки-каналы, которые нас связывают с вещами, с тем, что не можем обеспечить сами. А тут нужно просто брать баланс и смотреть, что мы берем, что мы поставляем. То есть тут не настолько все однозначно. Это тоже классическая война, позиционная, долгая, увлекательная, с ударами, обменами, с обходами и много чего еще. Для перехода России в шестотехнологический уклад нам нужны технологии пан-регионов. Если идти по пути Москва-Третья Рим, то зайдем только в Восточную Европу. Нет, мы не только в Восточную Европу, мы зайдем и в Центральную Европу и выберем с Европы большую часть того, что там еще более-менее осталось. Вы знакомы с трудами Петра Тручина? Если да, что вы думаете о клеодинамике? Это делается в логике недетерминированного хаоса или нелинейной динамики. Это делается в логике линейной динамики. То есть такие вещи не работают. Это попытка, исходя из истории, предугадать будущее. Такие моменты можно делать, если у вас абсолютно все предопределено и нету случайности, нету фактора личности в истории. То есть и вы нашли цикл, и давайте крутить его. В современной мире не работает. Мир стал много сложнее, много серьезнее. Плюс сейчас сходу не вспомню, но там есть то ли технологический детерминизм, то ли еще какие-то такие моменты, не вспомню просто сейчас, которые очень серьезно ограничивают именно моделирование, подходы. Поскольку важно не только собрать события, важно же эти события еще правильно столковать. У меня было по поводу критики подходов именно линейной динамики в попытках моделировать будущее. Оно не приводит к результатам, поскольку самые интересные результаты происходят, когда у нас идет выход за привычное. А здесь его в принципе быть не может быть. Откуда взялись хуситы? Как действительно ли они вредят США? Жили там больше, ну, практически 2,5 тысячи лет. Собственно, это родина Ара. Одна из родин. Ну, в принципе, это, да, там самая чистая кровь арабская. У меня была заметка по поводу чистой крови. Это очень даже они там хорошо взялись. Известные были. То, что они стали шиитами. С их первенством и значимостью крови и прямого наследования от Мухаммеда нет ничего удивительного. Поэтому все там у них хорошо. Многоходовкой Запада это не является в чистом виде просто потому, что вместо того, чтобы конфликт разжечь сильнее и быстрее, он превращается в откровенное издевательство над Западом. При перечислении технологического чистого техуклада исключаете так называемый неискусственный интеллект. Не упускается ли закономерность техпроцесса? Нет, не упускается. Искусственный интеллект является в текущем виде обычной комбинаторикой, ничем особо не отличающимся по значимости для развития, для эволюции от компьютеризации, цифровизации. То есть обычная технология пятого технологического уклада. Не более. В том виде, в каком он есть, он является распаковкой того, что было. Чем-то более серьезным он не является. Это всего лишь элемент будущей инфраструктуры и не более. Как известно, семья Романовых принимала участие в спонсировании приходов класса Гитлера. Знаете, вот когда такие вещи заявляются как известно и однозначно, ну сразу желание сказать, ребята, откуда известно, как оно. Плюс важные интонации. Поддерживала, принимала участие. Ну давайте все-таки не преувеличивать значимость семьи Романовых в их ресурсах и спонсировании после революции 17-го года тех, кто выжил. Те, которые были отлучены от основных ресурсов, вывезенных туда, просто потому, что в силу нет прямой, прямого кровного родства. Ну, у них не было столько ресурсов, чтобы спонсировать приход Гитлера к власти. Ну или мы считаем спонсированием, не знаю, передача двух марок бросания в кружку. Ну, давайте как-то все-таки за оттенками следить. Что, по-вашему, может обозначать, что медийные и не очень личности яростно продают акции своих компаний? Надо посмотреть, о чем речь идет. Это может быть как обратный выкуп, ну, собственно говоря, когда компании поднимают свои цены, а если их акционеры-владельцы сбрасывают, они уходят в кэш. Это нормальное явление. Плюс это может быть как обычный выход в кэш для других проектов, как и бексты из компании. То есть тут все от контекста очень сильно зависит. Прокомментируйте, пожалуйста, такое высказывание. На фоне четырех об общественных в текущем году предприятий, общественных, наверное, все-таки, без проблем реализуется гигантский план приватизации. В принципе, ничего не реализуется. Если кто-то заявил, что он хочет что-то приватизировать, а предыдущие годы ничего не приватизировалось, с чего вы взяли, что это нужно слушать. Планы генерируются постоянно. Есть на это какой-то намек реальности? Никакого намека. Правильно ли я понимаю, что в ближайшие пять лет полностью пропадут запчасти на автомобиле Европы, США, Фурча, Китайский, Англии? Из чего бы это? Связи экономические не прорываются полностью, частично остаются, плюс многие вещи копироваться будут и у нас, и из Китая будем продолжать везти, и из других стран. Нет, не будет разрыва полной связанности, она будет ограничена, будет усложнена, что можно локализовано, что нет, будем наблюдать. генерал Лебедь, герой и предатель. Не знаю, не изучал биографию, не отслеживал действия, очень сложно, не доведены просто проекты до конца, и невозможно понять, что-то было сделано сознательно, злой умысел, или называется, наоборот, хитрый план. Какова участь роль островных государств Индийского океана на фонде стабилизации и обстановки в Першинском заливе? Станутся замкнутыми территориями, с разрушенной связанностью, плюс где-то военные базы появятся, останутся, где-то нет. Ничего особо хорошего не будет, поскольку, как я понимаю, если там хоть чуть-чуть более цивилизация развита, то она не требует связанности и поставок. В рамках сценария катастрофы в Европе вы считаете, что Испания сохранит свое государство или разделится? Но все-таки больший тренд идет на распад, то, что просто не могут удержать. Некому удерживать, нет силы центростомительной слишком сильно разрушение произошло. Сейчас они живут вместе по инерции, сколько это будет, неизвестно. Вероятность того, что появится единая какая-то сила, очень невысоким. Будет ли Россия или иные силы забирать западную месторождение газа и нефти, уранную часть Казахстана? Сколько, по-моему, уран все-таки на южной части Казахстана? Когда вспыхнет Центральная Азия, если да, то в каком формате? Не определено сейчас то, что вкусные, интересные моменты надо будет забирать. Да, с точки зрения ресурсов тоже имеет смысл. С точки зрения обеспечения защищенности, границ, называть буферные зоны обязательно, все-таки там у нас территория прилегающая. В каком формате это будет, это, знаете, будет зависеть от того, в каком формате будет переформатироваться Сайни Азия в целом. Как вы относитесь к фарснекеру как к политику? Никак не отношусь. Понятия не имею, какой он как политик, и знать, честно говоря, не хочу. Верите ли вы в теорию, что человек прошел от обезьяны? Ну, давайте не доводить идеи креационизма до абсурда, условно говоря, по щелчку пальцев из ничего появилось что-то. То, что есть воля Господа и эволюция замечательно могла направляться, да, с точки зрения того, что это случайный процесс, да нет, кстати, как раз стахастический процесс, у нас бы вселенной современной не образовалась, поскольку основные базовые переменные вселенные были созданы в первые, там, 10 по минус 30 секунды от сотворения, и их подбор идеален. То есть, наших мощностей бы человеческих не хватило, чтобы подобрать эти переменные настолько. Там плюс 10%, минус 10%, в любую сторону и вселенной нету, любой переменной. То есть, вот так вот это все. И таких примеров много, а когда именно с точки зрения теории вероятности это создаться не получилось бы. Нужно ли ради этого было из пустоты создавать? Да нет. Направленное развитие цивилизации и проблем никаких. Какая часть авиации будет прорывной в перспективе шестого техуклада, гражданская или военная? Друзья, я не являюсь специалистом в авиации, я не знаю, какие там сейчас тренды, плюс нужно смотреть от того, что у нас будет в целом геополитике. Если мы говорим о ситуации, где много войн и катастроф, понятное дело, что на первом месте военные. Просто в силу того, что это приоритет в развитии инвестирования и гражданская будет идти подспудно. Если у нас ситуация чудом кем-то изменится и переходы будут мирные, ну тогда, соответственно, там развитие будет идти. Вопрос, где основное внимание? Пока сейчас на военную, дальше будем смотреть. На самом деле полезна теория игр для понимания общественных межличностных отношений. Если да, то лучше подать изучение. Учебник взять стандартный, конечно, полезно, хотя бы с точки зрения того, что это навык думать за другую сторону. можно ли мы быть уверены, что Россия не будет следовательным человеческим рекомендациям? Вот в случае чего. А смысл какой? Логика какая? В чем рациональность и смысл следования им? Вот сейчас в текущих изменениях, в текущем происходящем в нашем отделении от Запада? Никакого. Ну и да. А уверены? Ну, не знаю, свечку поставьте. Есть ли опасность, что обрусевшие китайцы, имеющие гражданство в России, проживающие на заблокальских территориях, попытаются выйти из Ставаруси? Сколько и там этих китайцев? Вот эти вот вбросы либерально цепсошные про Сибирь захватили китайцев, вы, честно говоря, надоедают. Откуда это все берется? Реальная статистика показывает, что даже близко этого ничего нет. Ну, собственно говоря, вопрос по поводу продажи земли вокруг Байкала китайцам идет туда же. Будут подобные вопросы, значит, полезу смотреть, кто, и человек будет отправляться в бан за подобные вопросы. С придумыванием, с фантазиями и прочее. Байкалом продали, ага. Слов нет. Есть ли стратегический смысл для России брать под контроль Стамбул, Константинополь, в случае распада Турции, разумеется, транспортные потоки коридора, ну, как бы без этого, плюс культурно, леген, как бы, религиозно, смысловой центр, весь православный мир под себя забирается сразу, четко, ну, конечно, имеет смысл. Убирается альтернатива. Сын мечтает о профессии пилота гражданской авиации, но глядя на то, что сейчас творится в этой отрасли, пилоты попадают под сокращение, в общем, куча-куча всего, не кайц, и отрасль под откос. Ну, в условиях кризиса, в условиях сложности происходящего, да, будет падение по потребности, но это означает, что так будет всегда. Плюс, давайте понимать четко, что текущее поколение пилотов очень серьезно пострадало и выбито вакцинацией, здоровье просто сыпется, поэтому в ближайшее время мы увидим, ну, как, сколько там понадобится, чтобы полностью это все вылезло, очень серьезный дефицит пилотов, даже при сокращении спроса на перелеты. Есть смысл сейчас покупать участок на Байкале? Путин сказал средства курортов на Байкале. Вы представляете себе границы этого прибрежной, где конкретно будут что строиться, как это будет строиться, плюс это все на долгие-долгие годы с точки зрения спекулирования, в принципе, бессмысленное занятие с замораживанием. Если вы сами где-то рядом живете и вы понимаете, где будут большие кластеры состоять, то сделать маленькую гостиницу, да, но с точки зрения каких-то монопольных возможностей не думаю. Так, на этом на самом деле на сегодня все. Всего доброго, друзья. Еще раз поздравим Володю Вопра с днем рождения. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok